Это ночь святая, это ночь святая. Первое рождественское богослужение в Самарском римско-католическом приходе совершается для детей. Песнопения и молитвы звучат вместе с вертепным действом, постановками библейского сюжета о Рождестве Христовом. Событие, которое разделило время на две эпохи и изменило ход развития мировой цивилизации, произошло в пещере для скота, поначалу даже осталось незамеченным. Даже никто не узнал о том, что произошло. Были пару пастухов, как свидетельствует Священное Писание, которым ангелы благовествовали. А если не ангелы к ним не прилетели бы, то даже они не узнали бы. Рождение Сына Божия – это большое предложение, которое Бог нам дает. Рождество Христово отметили и самарские лютеране. Звуки старинного органа и рождественские канты возвестили всем о начале торжеств. Это великое событие пришествия Иисуса Христа в этот мир, потому что таким образом Бог нам дает возможность примириться с Ним. Примириться с Богом – это самое главное, это основная цель, в общем-то, любого человека. Он ее порой, может быть, даже и не сознает, что насколько ему нужен и необходим мир с Богом для того, чтобы иметь мир самим собой и с другими людьми. 25 декабря Рождество отметили все христиане мира, для которых годовой богослужебный цикл идет по Григорианскому календарю. Праздник, не имеющий границ и национальности. Рождество Христово в эту ночь отмечают разные народы на разных континентах. Это католики, протестанты и 10 из 15 поместных православных церквей, те, которые перешли на Новый Юлианский календарный стиль. В общей сложности к вертепу новорожденного Бога-младенца пришли больше миллиарда человек. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов.